Записаться на прием к депутату Государственной Думы, когда в других инстанциях помощь получить не удалось. Более 10 обращений были зарегистрированы в приемные местного отделения «Единой России» для обсуждения их с депутатом Александром Толмачевым в ходе его личного приема. Разбираться в проблемах ему помогали юристы, представители муниципальных служб и общественных организаций. С просьбой об оказании гуманитарной помощи обратились две семьи беженцев из Донбасса. Вопрос решен еще до встречи с депутатом. Продовольственные наборы подготовлены и были вручены в рамках приема. Вынужденные переселенцы из воюющего Мариуполя озвучили и другую проблему – трудоустройство. Карина Шульгамид – сестра с многолетним стажем и хотела бы найти в Щелкове работу. Граждане, которые переехали к своим родственникам, сейчас проживают здесь, в городском округе Щелково, готовы работать. Мы будем помогать в сопровождении, оформлять документы, чтобы люди трудоустроились и уже полноценно жили на территории нашей страны. Начинается садоводческий сезон и на прием к Александру Толмачеву обратились несколько председателей СНТ. Ситуацию депутату помогал прояснить председатель правления районного союза СНТ Анатолий Штоколов. Вопросы касались самых разных аспектов. От личного – помочь инвалиду по зрению составить заявление в суд для оформления участков собственности. До коллективных обращений по поводу обустройства подъездной дороги к СНТ «Полянка», очистки водоема подтапливающего СНТ «Купавенко» – решение спорных вопросов с региональным оператором «Харти» по поводу сбора и вывоза мусора. А они есть у многих садовых товариществ. У нас земля находится в аренде товарищества до 1927 года. И «Харти» нам выставляет, мы платили 35 тысяч, а сейчас они нам выставляют по нормативу 125. Мы хотим по факту. Вы говорите, что по 304 постановление, там говорится, что три варианта выбора – по нормативу, по факту и еще какой-то. А «Харти» ставит у нас такие рамки, что, грубо говоря, они заставляют по нормативу. И очень много недовольных председателей. Александр Толмачев отметил, что среди поступивших обращений есть те, которые уже находились в работе у администрации округа или приняты к исполнению прямо в ходе приема. А есть такие, к решению которых надо подключиться депутату Госдумы. Администрация городского округа уже ведет работу по некоторым вопросам, поэтому здесь остается только с точки зрения контроля. И есть те, которые необходимо решить реально при поддержке депутата Государственной Думы на федеральном и региональном уровне. Есть ряд инициатив и по вывозу мусора, и работы с региональным оператором. Подбес мы уже будем таким посредником между жителями и Харти. Депутат отметил, что личные приемы он проводит раз в несколько месяцев в каждом из семи муниципальных образований его округа. Но при этом постоянно на связи с избирателями с помощью сети интернет. Не обязательно ждать, когда мы приедем в Щелково или в другое муниципальное образование. Можно обратиться через интернет, и мы также включаемся и работаем. Потому что даже на сегодняшний день комментарии, личные сообщения мы тоже воспринимаем как обращение жителей и включаемся в решение тех или иных вопросов. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Вот, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok